Последняя виски-урня, а значит, последняя дегустация. Как вы помните, мы говорили об открывании бутылки, раскупоривании, разливе, покачивании, запахе, смаковании и послевкусии. Эти семь шагов – ключевые в дегустации бутылки виски. Бруклай и Лэдди Классик доказывают, что на Айли есть виски, ненасыщенные торфом. Этот виски в хорошо узнаваемой бутылке обязан своим фруктовым характером созреванию в бочках из-под бурбона. Чувствуются легкие привкусы соли и соли. Этот виски может стать аперитивом или смазочным материалом для разговора. Это высокопробный виски. Когда вы пробуете не одну бутылку, начинайте с насыщенного или даже перенасыщенного торфом напитка. Начинайте с классического бруклай, бунахавен, темного баума и 12-летнего кул айва, прежде чем продегустировать 16-летний лагаволин, Кильхомен, 10-летний Артбек и Лафройк Коттеркаск. У нас скалистая побережье, но центр острова теплый и дружелюбный, потому что здесь живут такие люди. Есть такая штука на Айле. Это болезнь, называется Айлаид. Если пробыть здесь дольше трех недель, уже никогда не уедешь. Он постоянно тебя удивляет, как женщина, удивляющая без устали. Это фантастика. Когда вы наливаете в свой стакан виски, пробуете его и чувствуете аромат, это частичка души острова, показывающая вам уникальность атмосферы Айлы, виски и людей, которые его производят, а также земли, где он делается. Я не представляю себе Айлу без производства виски. Не думаю, что мы бы выжили без виски. Виски – это источник жизненной энергии острова. Это очень особенное место. До сих пор впечатляет то, что остров с населением в 3,5 тысячи человек может похвастаться в 8-ю самыми известными виски-курнями в этом деле. Думаю, это замечательно. Виски Это замечательно. Субтитры создавал DimaTorzok